Ох, напарилась! Ой, да чего же в бане-то хорошо? Задремали, что ли? Антонина Петровна? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ножом в бок, как и в других случаях. Есть следы веревки на шее? Товарищ Дымов. Да. Я тут бумажку нашел. Она вот говорит, что у них таких не бывает. И сроду у нас никаких бумажек не было. И ничего она не писала. И в голове все держала. И голова вон какая светлая была. Что там написано? Библиотека «Культ просвета», капитан «Сорви голова». Похоже, из книжки выпало. Ты где это нашел? Да вот тут, под столом. Рядом с трупом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Аникин? Аникин? Я не знаю, где Аникин. Он просил меня подменить его до вечера. У него сестренка вроде заболела. Сестренка? Заболела? Так точно. Хорошо. Сколько ждать-то можно, а? Уже устали сидеть? Где ваш брат? На службе. Он дежурный сегодня. Когда он ушел с дома? Не знаю. Я только с ночной. Он без меня ушел. Его нет на службе. А где он может быть, знаете? Как нет? Неужели опять? Что опять? Что? Нельзя. Никак нельзя, гражданин. На сегодня никого больше приглашать не велено. Значит, я пройду без приглашения. Аникин здесь? Виноват, ваше благородие. Вот так вот. Фортуну свою решили испытать, товарищ Дымов. Напрасно. Фортуна милицейская нынче к Петьке Аникину перешла. А Герасиму Лялину, стало быть, не так везло. Герасим жадный был. Дурак. Фортуна таких не любит. Пошли, Аникин. Не переживайте, товарищ Аникин. Выигрыш ваш в сохранности будет. У нас не то, что в милиции. Человека под замком удержать не могут. Невиновен я, товарищ Дымов. Ну, играл на своей, только ей-богу. Позволь, ты сегодня в первый раз. Ну, это что же, у меня под замок? За что? За что у меня под замок? Чтоб ты вспомнил всех сообщников и все убийства. Какие убийства? Вы меня, меня хотите за все к ответу? На меня хотите все повисеть? Снимай галстук, потяжки, все снимай. Сволочи. Ничего у вас не выйдет. Скотина. Глаз с него не спускать. В уборную по очереди. Головой отвечаешь, понял? Есть. Собери у него одежду и подтяжки. Есть. Держи, крыши. Да, хорошо, я понял. Фамилия погибшего Шторм, Генрих Иванович, 1975 года рождения. Уроженец города Ленинград. Родственник ваш? Нет. Проходил подозреваемым в деле об убийстве. А по машине можете что сказать? Дорогой кроссовер. Цвет не запомнил, то ли оранжевый, то ли красный. Последние цифры номера семь восемь. Да. Ну, и отлично. Сейчас подъеду, допросим. Новый подозреваемый? А, в этот раз, похоже, убийца. Ну, всего хорошего. Всего доброго. Что, долго вам еще? Почти все. Ей-богу, я никого не убивал. Но, честно слово, без меня кто-то управился. Причиной смерти Эльзы Тимофеевны Долининой стала асфиксия. Врач предположил, что это последствия инфаркта. Но также врач предполагает, что, возможно, это было удушье. Да придушили, теща, тут и гадать нечего. Вы придушили? Да я тут-то при чем. Я в палату вошел, смотрю, у нее подушка на лице. Я подушку взял, она глядит. Подушкой ее придушили. А под подушкой глаза открыты. Мужики, я от страха чуть не обделался, честное слово. Зачем вы приходили к теще? Зачем, зачем? Поговорить. Чтоб завещание по-честному написала. Я ж знал, что она все внучке хочет оставить. Поговорить хотел. Припугнуть? Типа того. Угу. То есть вы дождались, пока Нина выйдет? Да ничего не ждал. Шел, шел. Передо мной мужик какой-то, как выскочит из палаты. Главное, кофта черная, почти как у меня, и капюшон на голове. Думаю, что за дела? Кто это к бабке шастает? Вхожу, а там... Подушка. Куда подушку дел? Да черт ее знает. На пол бросил. Я оттуда рванул, черт знает как. То есть, там еще был человек в кофте, как у вас? Ну, не кофта, как это называется. Худи. Да, черная. Только написано что-то белым. Любимый мой, любимый. Что они с тобой сделали? Негодяи. Как они могли? Они за это ответят. Ну, а вы что тут делаете? Давайте, 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 давайте. Уходите. Вы видите, ему покой нужен. Ну, мы с удовольствием уйдем, когда выясним, где ваш муж был в вечер убийства вашей дочери. Я вам уже говорила. Он был у адвоката. Давайте, идите. Адвокат Гришин не подтверждает его алиби. Ну, этого не может быть. Сема, скажи им. Сема. Кайсарова Светлана Сергеевна. Номер у меня в телефоне. Я у нее был весь вечер. Ты был у этой шмары? А-а-а! Я тебя спрашиваю. Коньяк. Похоже, французский. Ну, вот он. Наш дом. Я все же не уверен, что это хорошая идея. Неужели вам здесь не нравится, а? Да просто в городе безопасней. Зато здесь ты будешь у нас под присмотром. Прошу. Пойдемся. Ну, что? Из чего только это мыло сварили? Из собак дохлых, что ли? Мне мылиться ни черта. Что он сказал? Изумруд Герасим продал, чтобы за карточный долг заплатить. Полей. Кому? Кому продал? Неизвестно. Тимофей Ильич, что случилось? К вам кто-то приходил? Да. Или нет? Может, мне почудилось? Не знаю. Это была хозяйка. Она ищет свой изумруд. Я уверен. Ей опасно мешать. Соня, Сонечка, ты спишь? Даже про несварение желудка после банкета написал. Господи, какой занудный. Все о себе и о себе, а про семью вообще ни слова. Дрожание моей левой икры есть великий признак. Это тоже он написал? Нет, так Наполеон говорил. А мне, кстати, и кажется, что он считал себя кем-то вроде Наполеона советской литературы. Господи, я бы никогда не подумала, что у Нины такой противный дед. Так, слушай, мне срочно надо что-то перекусить, иначе у меня от этих мемуаров тоже начнется несварение желудка. А я как раз знаю, здесь одно хорошее кафе. Пойдем. Я думал, что архивисты — это такие серые мышки, и что на обед вы съедаете кусочек сыра и пару книжных переплетов. Ну, тогда все историки ищут грагницы фараонов и питальцы мяса мотилов, добытых в саванне. Дело вкуса. Но я предпочитаю яхту, океан и свежевыловленного тунца. У тебя есть яхта? Пока нет. Но обязательно будет. А я себе это представляю даже. Ты посередине океана, за рулем собственной яхты, в гордом одиночестве. Какая красивая… Я тоже раньше думал, что в гордом одиночестве. Но тебя я с собой бы взял. Ты бы согласилась? Ну, тебя женят яхты, правильно? Пока. Нет, но обязательно будет. Слушай, давай поговорим о деле, хорошо? Давай поговорим. Уже понятно, что из дедовых мемуаров ничего об изумрудном перстне мы не узнаем. Да. Только мы ищем не изумрудный перстень, мы ищем убийцы Нины. А изумрудный перстень нам важен только потому, что он стал причиной убийства. Правильно. Ну? Тайна изумрудного перстня выведет нас на убийцу, а сам изумруд тем временем найдет полицию. Не, не найдет. Почему? Нина сказала, что Таник находится в квартире. Значит, если они как следует обычно, то обязательно найдут. Сколько лет семья Нины живет в этой квартире? Лет сто? Сколько за это время было ремонтов, перепланировок, обыска, в конце концов? Если Таник дошел до Нины, это значит что? Что? Что его нельзя просто найти. Его нужно… Вычислить. Да. Его нужно вычислить. Нужно понять, как перстень попал в тайник. И тогда мы… Ну, мы найдем, где этот тайник. Конечно, убийца… Убийца мог изучить семейные мемуары. А где он мог их взять? Не знаю. Соня! Мы так только к обеду из дома выберемся. Да иду я, иду. А, Тимофей Ильич Дымов здесь живет. Что? Прошу прощения. Могу я видеть Тимофея Ильича? Тимофей… Тимофей Ильич, он… А Тимофей Ильич в городе. Когда вернется, неизвестно. Что ему передать? Зинаида Николаевна? Что случилось? Тимофей Ильич, мне нужно с вами поговорить. Пап, пойдем. Пройдемте. Какое удивительное сходство. Невероятно. Теперь я понимаю, почему его так поразила картина. Пап, ты себе шею свернешь. Что тебя так удивило? Соня, разве ты не заметила, как эта дама похожа на хозяйку Медной горы с нашей картины? Это разряженная Непменша? Ничего общего. Здесь нам не помешают. Присядьте. Нет. Может быть, чая? Благодарю. Вы такой хороший, Тимофей Ильич. Только вы можете мне помочь. Что случилось? Рассказывайте. Вы так похожи на моего старшего брата. И так же сильно сжимаете кулак от волнения, как и он. Он окончил юридический факультет так же, как и вы. Но его уже давно нет на свете. У меня никого нет. Муж меня когда-то спас, и я многим ему обязана, но я никогда его не любила. А сейчас… Что? Что сейчас? Сейчас я его боюсь. Мне кажется, что он может меня ударить или… любить, извините. Он не посмеет. О семье Эльзы из мемуаров деда ничего мы не узнаем. Нужно будет делать запросы, обивать пороги ЗАГСов. В общем, терять кучу времени. Угу. Ты сейчас что-то предлагаешь? Я предлагаю искать альтернативные источники информации. Неофициальные. Неофициальные. Угу. Мне кажется, есть один такой источник. Пойдем. В роскоши жили лауреаты Ленинской премии. Ой, в роскоши! Камин! Камин-то какой! Ничего-то советская власть не жалела для своих писателей. Камин, вообще-то, сломан был, когда бабушка квартиру получила. Его папа починил. Так я о том и говорю. И детки пристроены, и внуки. А вы ж тоже здесь не были никогда? Да кто ж вы не опустил? Вот их бабушка брезговали мною. Обзывали некрасиво. Филером? Как Эльза Тимофеевна? А Эльзе не на что было обижаться. Генерал Дымов всего один раз был под следствием. И помер, как все нормальные люди. На машине разбился с женой. А генерал Дымов – это кто? Эльзин папаша. Кто еще? Интересно, кто она, эта дама. Тимофеевича расспрашивать как-то неловко. Вдруг у них отношения? Какие у него могут быть отношения с этой куклой? С Соне так нельзя. Ты видел ее всего несколько минут. И ты не вправе говорить о ней и так. Я сейчас все узнаю. Соседка? Толстая такая, с буклями. Нет. Высокая такая, стройная. Зовут Зинаида Николаевна. А, поняла. Это жена Захара Грищенко. А кто это? Непман. Бывший бандит. С малолетства по тюрьмам. А вот и он. Сельсовет поселка Спасское. Слушаю. Спасибо. Сонечка, мне сказали, тут есть одно чудесное местечко. На холме, возле церкви. Там весь поселок как на ладони. На кого ты смотришь? Принес. Договорились. А кто эти мужчины? Один из них муж той Непманши, которая тебя так взволновала. Вот как. У нее даже муж имеется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мезон Де Марин, Норманди. Дом моряка, Нормандия. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе большое, что помогаешь, потому что если я еще один день опоздаю, то меня точно уволят с работы. Так что, Хина, завтра ты гуляешь с Максом. Хотя, я вижу, ты не очень тому расстроена, да? Встречаемся с тобой в читальном зале. А это ключи от входной двери. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как там твой полярный доктор? Звонил ему после вчерашнего? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полярному доктору звонил папа. А я не успела. Он вышел из сети. И теперь я думаю, что надолго. Значит, мой диктофон в работе. Да? И я ему рассказываю все секретики. Ну, до завтра, Хинна. Я буду тебе рассказывать все свои секретики. Больше они никому не интересны. Я тебя провожу. А еще, Фетя, я тебе кое-что хотела рассказать. Опа! Привет, Вась! Привет. Извини. А, так вот, ты помнишь, что Нина нам жаловалась, что Эльза не любит рассказывать про своих родителей? Так вот, я поняла, почему. Оказывается, они погибли на следующий день после ее свадьбы. Как там был путь? Какая-то такая вот путь, mira. Да, да, да. А такой вот так, поехали Mortala. Я посмотрела к нашему, мол, поста он был且уществом к нашему. Подписывайтесь на 1994. У меняtó кrat thanked фак English, заходи не вряд ли я уFA жизни отсели, beetje... โрг. Виды методика, Аппендицит не удаляли. А надо? Нет, диабетом в семье никто не болел. Гражданин полицейский. Собеседование? Фига себе. А, в смысле, подготовлюсь, конечно. Извините, я перезвоню. Эй, папарацци, иди сюда. Не, не пойду. Нельзя. Иди сюда, я сказал. А, я говорю, нельзя. Не пойду. Сюда подошел? Пойду. Иди сюда. Нет, не пойду. Иди сюда. А ну, пусти. Ба, все, нет телефона. Он сказал, если бы бегут, телефон выбросить. Я выбросил. Хватит дурачком прикидываться. Кто велел? Кто дал тебе телефон? Ну, он. Ну, который Нину убил. А ну-ка, пойдем. Что еще он сказал? Он сказал, что если я буду снимать, Нину из морга выпустят. А я очень по ней не соскучился. Она, когда выйдет, меня пирогами угостит. Так, ты можешь внятно сказать, кто дал тебе телефон и кто велел снимать? Ну, я же сказал, который Нину убил. Ну, он, но другой. Ни фига не понимаю. Тот же самый, но другой? Это один человек или два? Один, один, один. Тот самый, но другой. Все, достал. Пошли. Пускай начальство твои загадки разгадывает. Давай, иди, иди. Тебя там ждут. Ну, тогда я, я Нину буду в квартире ждать. Иди уже давай. Да, извините, прервали нас. Я по поводу собеседования не очень понял. Это онлайн? Привет. О, привет. Можно потише? Извините, пожалуйста. Прости, опоздал. Хина не хотела идти домой. Я нашла клад. Показывай. Смотри. Ого. Ничего себе. Архивы КГБ в открытом доступе? Архивы КГБ. Это материалы для документального фильма. Про генерала Дымова собирались снимать кино во время утилли. Но не стали. Почему? А этого в архиве у нас никто не знает. Когда съемки фильма отменили, материалы хранились у режиссера. А десять лет назад, когда он умер, его жена принесла все бабки в архив. Неплохо. Везучая ты. С какого года здесь материалы? А, с двадцать четвертого. Смотри. Это он? Да. Это Дымов. Людмила Олеговна, здесь не разговаривают. Как бы я хотела уехать с тобой далеко-далеко отсюда. Мы обязательно уедем. Только я должен закончить это дело. Я не имею права его бросать. Какое дело? Ах, да этот проклятый замрут. Я должен его найти. Он приведет меня к убийце. Тогда найди уже его поскорее. Тогда найди уже его поскорее. Возглавлял операцию по ликвидации банды, действующей в окрестностях Ленинграда. О, это Эльц, наверное, писала. Папе пишет, закончила школу с отличием. Это, наверное, она ему писала в санадорий, когда он лечился после ранения. Героический прадед был у Нины. Пожалуйста. Благодарю вас. Господи, как же она похожа на Нину. Ты чего? Ничего. Нашел. Что? Перстень? Людмила Олеговна, немедленно покиньте зал, издайте документы в хранилище, вы мешаете людям работать. Ты знаешь, как выйти во внутренний двор? Знаю. Нужно только незаметно вынести папки. Никаких делов я с Аникиным не имею. Так, в картишки перекинуться, да языками почесать. Вот и всего делов. Что вам известно о фамильном изумрудном перстне Кречетовых? А то, как мы что люди болтают, то и известно. Князь все время брехал, что у Герасима был такой перстень. А сам Герасим никогда об изумруде не сказывал. И вы его о нем не спрашивали. А я к людям в душ не лезу. Это милицейские только соседи для разговора на допрос тащат. Где вы были в тот день, когда убили Герасима Лялина? В отъезде. В Костромской губернии товар для магазина выбирал. Подтвердить сможете? Плацкарта. Туда и обратно. Товарищ Дымов, вас срочно вызывают. Разрешите. Он тут вот письмо оставил покаянное, когда только успел написать. Считаю необходимым сообщить, что слухи о появлении в Ленинграде изумрудного перстня полностью подтвердились. Этот перстень, которому приписывают волшебные свойства, был украден милиционером Герасимом Лялиным во время обыска в доме ювелиров и бирже. Прошу разрешить мне официальные поиски перстня Д. Дымов. Ну, разрешили? Дымов, прекрати заниматься ерундой. Твоя задача выяснить, кто и по какой причине убил Герасима Лялина. Про волшебный перстень забудь. Но ведь если перстень оказался в квартире Нины, то, получается, Дымов его нашел. У нас слишком мало информации, чтобы делать такие выводы. Псс. Смотри, тоже интересная записка. Тимофей Ильич, мы с дочкой пошли за молоком. Старушка, которая им торгует, живет возле церкви. Кстати, дом хозяйки со всеми ее птицами оттуда виден отлично. Постскриптум. Соня не любит, когда я называю Зинаиду Грищенко хозяйкой. Соня считает, что настоящая хозяйка не допустит, чтобы изумрудный перстень попал к Зинаиде. Смотри, какая печать. А.П. Кузьмин. Доктор филологии. Профессор. Мы поможем вам с похоронами. Да и вообще, если вам нужна будет помощь, слышите, обращайтесь прямо ко мне. А.П. Кузьмин. Скажите, вот у вашего брата на шее были царапины. Глубокие. Не знаете, откуда они? Знаю, конечно. Он в бараке у нас недавно драку разнимал. Так жена одного дебошира ему прямо в шею вцепилась. Пришлось потом жиром гусиным мазать. Теперь из осколков разных сведений нам надо сложить слово «изумруд». Тогда мы получим весь мир, пару коньков и сам изумрудный перстень в придачу. Ха-ха. Только наши осколки разлетелись. Не все. У нас уже есть из чего складывать. Смотри. Генерал Дымов. Профессор Кузьмин. Его дочь Соня. Зинаида Грищенко. Загадочная настоящая хозяйка и дачное место под названием Спасская. Слушай, а Спасская звучит знакомо. А что случилось? Зарезали. Вот. Прям как вашу подругу зарезали. Ножом в бок. Кого зарезали? Вася дурочка. Он же за вашей подругой как привязанный ходил-то. Ваську зарезали. А когда? Сегодня. А вчера любовника вашей подруги машина сбила насмерть. Вот так-то такие дела творятся. И про Эльзу слух прошел. Какой слух? А то, что не своей смертью померла. Задушили ее. Так-то такие дела делаются, знаешь. Целая шайка орудует. Все, кто близко был к вашей подруге, всех убивают. Вы о себе бы подумали. Все-таки ближайший сосед. Действительно не хватало, чтобы еще в своей квартире зарезали. Нет. На дачу надо перебираться. В Спасская. Там отсижусь. Спасская-то где? Где-где? В Караганде. Подождите. Пусти. Пусти, бандит. А мы отпустим, отпустим, отпустим. Когда вы скажете, где дача ваша находится? Где-где? Там, где у ленинских лауреатов дача. Ты что думаешь? Только твою бабушку участком наградили, что ли? Наш дачный поселок называется Сосновая. Так это когда было? После войны. Когда старая церковь совсем развалилась. А до этого – Спасская. Бывайте. Проходите. Проходите. Бедный Вася. Подожди. Давай я первый. Хина. Хина. Подожди. Хина, солнце. Хина, как ты? Здесь что-то искали. Еще? Ты чего сюда приперся? Это я его позвала, деньги хотела отдать. Ты как? Ну, Люда, ну это же абсолютно невыносимо. Совсем мои нервы не бережешь. Твои нервы. Ну, конечно. Я захожу. Я же думал, что тебя тоже убили. Понимаешь? Я люблю осень. Красота-то какая. Максим, ты осень любишь? Люблю. Но больше люблю лето. Люда. Да, я не знаю. Я люблю осень. Так хорошо дышится. Приехали. Твоя дача. Твоя дача. Твоя дача. Твоя дача. Угу. Твоя дача. Данечка, идем. А, ага. От соснового запаха так хорошо дышится. Скажите, а можно я здесь вот недельки-две поживу? Ну, это пока мои клиентки не вернутся. Можно? За Данечкой присмотр нужен. А то кашляет, как чахоточный. Да-да, конечно. А то не ровен час. Доктор понадобится. Скажите, какое платье вам шить? Свадебная сумеешь? Пустишь за стол хозяин. О чем речь? Конечно, садитесь, Анатолий. Пожалуйста, садитесь. Здрасте. Так, кому? А вот, вам. Подержи меня, Серафима. Вот он платье сошьет. Закусывай, закусывай, жених. Доброго всем дня и приятного аппетита. Спасибо. Михаил Семенович, и вам хорошего дня. Эльса сказала, что изумрута ей не принадлежит. Кушай, кушай, Анатолий. Какой изумруд? Эльза Тимофеевна, она говорила, что ей изумрудное кольцо осталось от мамы. Кольцо с изумрудом. Но оно как бы ей не принадлежит. Как это? Ну, я сам ничего не понял. Может, это была, ну, фантазия какая-то старческая. А то мамы не от Дымова. Анатолий Тимофеевна, она не принадлежит. Ну, что скажете? Конечно, я ничего не понимаю в ваших юридических делах, но я бы этим признанием не поверил. Как филолог я бы заподозрил автора в неискренности. Он слишком старательно подчеркивает свою вину. Понимаете? Слишком много повторений. Вы рассуждаете о нормальном человеке. А если Аникин маниакальный психопат? Он признается во всех убийствах. И Герасима, и князя, и владельца пошивочной мастерской. Он просто одержим поисками этого изумрудного перстня. Возможно, вы и правы. Последнюю фразу можно написать только в безумии или в состоянии временного помешательства. А что за фраза? Ко мне явилась хозяйка изумрудного перстня и велела искупить все грехи. Что за чушь? Как будто из дешевой пьески. Как бы там ни было, а против Захара Грищенко теперь обвинений у меня нет. Тем более, что алиби свое он предоставил без труда. Просто вытащил из кармана в конверте. В каком конверте? В синем? Откуда ты знаешь? Зинаида Николаевна? Здравствуйте, проходите. Нет, нет, не беспокойтесь. Я убежала на секунду из дома, но мне надо вернуться, пока муж не заметил. Прошу извинить нас. Я убью его. Нет, ты перечеркнешься в наше будущее, я тебя умоляю. Найди поскорее этот проклятый изумруд, чтобы вы могли уехать отсюда. Ну, скоро уедем. Не отойди. Прощай. Макс хороший, он тебе совсем не нравится? Почему же он мне не нравится? Просто, не знаю. Ну ладно. Вам мама уже обоим на первом этаже постелила, а твой папа отнес туда твои вещи. В смысле, это она нам обоим постелила? Ну, у нас на первом этаже две комнаты, забыла? Насть, ты меня сватаешь? Спокойной ночи. Да, да, да. Я все понял. Ну, конечно. Я. Сейчас буду. Пойдем. Да я прямо сейчас к вам приду. А у кого еще были ключи от вашей квартиры? У папы были. Ищешь. У меня. Я утром собаку выгуливал. Скажите, а вы когда-нибудь бывали во Франции? Да. Я там жил полгода. На стажировке. А что? А где именно? В Руане. Это на севере Франции. В Нормандии. Нормандии. Понятно. Украина. Играет франция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас осталось пять дней до истечения срока виз Успеем. Теперь он поторопится. Принесет мне перстень на задних лапках Так все-таки целовалась с ним Мои кузины в Париже обзавидуются. Их мужья по сравнению с тобой просто утиль сырье Ну что, Соня? Хочешь танцевать со мной, Чарльз Стон? Нет, не хочу Это правильно А ты никогда не замечала, что люди, танцующие Чарльз Стон, похожи на дрессированных собачек? А, Соня? У тебя неплохо получается К черту, Чарльз Стон Все к черту Может, все-таки станцуем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ Дымов, вас ожидают Благодарю Здравствуйте Вы говорили, что я могу к вам обратиться, если понадобится Да, конечно, проходите в кабинет А можно я туда не пойду? Петя, он же Я все понимаю Давайте поговорим на улице Ну, скажем, давай деньги, которые заработала Я понимаю, что вы его родной отец Я понимаю, что вам так никак Он всегда так Честный человек Я понимаю, что честный человек Я точно Меня из дома хотят выселить Говорят, не имею права Одну комнату занимать Никто вас не выселит Не беспокойтесь Я не позволю Давайте сегодня вечером я к вам приду И во всем разберусь, хорошо? Спасибо вам большое Не знаю, стоит ли говорить Иди, смени меня Это останется между нами Обещаю Я от брата письмо получила Как? Вчера по почте пришло Видно, помог кто-то отправить Пока он тут под замком сидел Он, правда, написал никому не показывать Но вам, я думаю, можно Благодарю А насчет комнаты не беспокойтесь Она письмо ему передала Понял Не был он сумасшедшим Это понятно Аникин пишет, чтобы сестра не верила Если его обвинят в убийствах Он догадывался, что станет следующей жертвой Конечно Его заставили написать признание Но кто? Ну, те, кому нужно найти Магический изумруд Он нужен Зинаиде Она и ее муж, безусловно, замешаны Во всех убийствах Но Захар Грищенко не настолько могущественный Чтобы проникнуть в камеру в милиции Ему кто-то помогает Могущественные, все могущие Все эти люди не понимают, что не могут противостоять силе этого камня Его нужно поскорее найти Тимофей Ильич Иначе он, точнее его хозяйка Натворят много бед Хозяйка, камень Мистика какая-то Да давай уже, быстрее Здравствуйте Мне нужно видеть сестру Петра Аникина Где ее найти? Она ведь здесь живет? Жила Что значит жила? Куда она делась? Пошла на речку белье полоскать И утонула Теперь это наша комната Ну, что встали? Пошли Вещи-то бери Не могла она сама утонуть Не верю в такие совпадения Вот сюда, все Дайнека Дайнека Ты чего? Извини, я не хотел тебя напугать Ты чего, рифнулся? У меня есть новости Какие? Помнишь? Записку профессора Кузьмина из архива Про дом Динаиды Грищенко? Да Ты его нашел? Нет То есть не совсем Там сказано, что дом Динаиды Грищенко Находится рядом с церковью Да Только у нас в поселке нет церкви Сейчас нет Но я знаю, где она была Пойдем, я тебе покажу Да Я подожду снаружи А школа где находилась? В здании церкви Вот В войну в нее снаряд попал Восстанавливать уже было нечего Поэтому название осталось только от школы Понимаешь? А ты когда это узнал? Да час назад Возвращался из города Подвозил одну местную старушку с внучкой Ааа Так ты в город ездил? Да Вчера вызвали срочные реставраторы Им нужна была помощь во дворце А вот особняк Зинаида Грищенко Должен находиться где-то тут Среди этих домов Ну пойдем его искать Ну и чего ты думаешь Этому дому сто лет? Да больше ему все сто двадцать Такие дома строились в годы дачного бума В прошлом веке Ну предположим Пойдем еще какие-нибудь дома посмотрим Может вот этот? Дочь профессора Кузьмина говорила Что Зинаида Грищенко Не похожа на настоящую хозяйку Значит не было что-то фальшивое А дом-то тут при чем? Ну он такой основательный В нем нет фальши И Зинаида бы его не выбрала И тем более В нем нет птиц Каких еще птиц? О которых писал профессор Дом со всеми ее птицами Ну ты даешь Никакие птицы сто лет не живут Может быть это какая-то загадка? Ты живой? Ну? Трицать и несчастье А не человек Жив? Ты как? Зачем ты полезна? Ты ерунда, идиот Я думал мне будет полезна Полезна будет Понимаешь Я думал мне будет Что вы здесь устроили в моей даче? А ну молите отсюда А что вы сразу орете на нас? Да вы бы лучше помогали Я не знаю Проваливайте отсюда Гопота подзаборная Что? Подожди, подожди Тихо Да как вы вообще? Подожди Она мне руку оторвала Ой Простите нас пожалуйста У нас тут ЧП Человек упал и руку разбил Есть у вас перекость, бинты Всякое такое Ну простите меня Пойдемте Все так серьезно что ли? Да Спасибо вам большое Конечно все найдем Больно Ну как ты Как больно Все нормально? Давай еще разок Посмотри Потропишу Какая боль Скажите пожалуйста Да А у вас случайно От прошлых хозяев в доме Ничего не осталось? А тебе зачем? Старье что ли собираешься перерабатывать? Да ну нет Ни в коем случае Я историк Интересуюсь в прошлом Петербургских дач Пишу статью в журнал И про мой домик напишешь? Ну конечно Тем более что дом у вас Очень хорошо сохранился И такой интересный И хозяйка у него такая Энергичная В подвале надо посмотреть Какая боль Ну и зачем вам это пыль веков? Ты помог бы лучше О нет 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 У меня аллергия На пыль Терпи Данечка терпи Из пыли образуются звезды Только ждать придется долго Сколько долго? Вечность Вот как жаль что нельзя жить вечно Максим Самое памятное лето в моей жизни С.К Но у Кузьмина они целы были А.П Так это Это Соня Соня Кузьмина Так могла написать только девушка Она кстати интересная На тебя чем-то похожа Зинаида Грищенко Наконец я заждалась Как это твои поиски Все отлично Думаю скоро Все закончится Пирожки, бублики, баранки Здравствуйте Здравствуйте, барышня Пирожки по две копейки О, как раз Выбирайте Спасибо Пожалуйста Кубком поехали Пирожки, бублики, баранки Мороженое 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 Как мороженое Четыре порции Клубничное Клубничное Малиновое Шоколадное И еще какая-то Приторная дрянь Если я заболею Будешь кипятить мне молоко Сочту за счастье Ты чай пей Спасибо Ну что он еще сказал про Герасима Он сказал, что Герасим Продал изумрудный перстень Кому-то из тех Кто обычно играет в карты У Захара Грищенко А он не удивился, что ты его спрашиваешь про изумруд? Я ему призналась Что я Ну, внебрачная внучка Фаберже По секрету, конечно Хорошо Молодец Ну что? Ничего не нашли Все простучали, прощупали Даже просветили Нет здесь никакого тайника Ясно Ладно, вешайте все на место И с картинами Поосторожней Они дорогие Очень Понял Похоже, прав на Шерлок Холмс Ну, в смысле, Людмила Дайнек Убийца действительно ищет фамильную драгоценность Которой на самом деле нет Ну, в доме-то никак не обнаружено Но убийца-то про это не знал И надеялся здесь его найти Тут к вам сосед просится пустить? Пустите Проходите Как же можно не пускать Меня К родной милиции То есть К родным Правоохранительным органам Имею сделать заявление Заявляйте Вы не могли б сообразить чайку, товарищ Пока мы с вашим начальником поговорим? Сообразим Хорошо Ты не заболела? М? Нет Максим Помнишь, ты мне говорил Что опоздал в архив Потому что долго гулял с Хиной А вы где гуляли? По набережной гуляли В парке гуляли Ммм Да где только не гуляли? А чего ты спрашиваешь? Просто Хина осенью долго гулять не любит И на набережную ее не выгонишь Серафима Петровна, а можно мне добавки? Нужно Спасибо большое, очень вкусно На здоровье Выхожу на лестницу Слышу Ключами гремят Кто-то Пытается открыть эту квартиру И, судя по всему, злился, что у него не получается Знаешь, ключом в дверь потыркал Туда-сюда, туда-сюда А потом со злости В дверь кулаком Даст! А вы где в это время были? Что я? Я за своей дверью спрятался Ну и ждал, пока он На улицу мимо меня проскочит Опознать сможете? Вот это вряд ли Я же его со спины видел И потом смотрите Джинсы черные, кофта черная И на голове капюшон О, благодарствую! Ммм Еще сказать имею Дня за три, как в больницу лечь Эльза жаловалась, что она ключи потеряла И решила замок поменять А как вы думаете, это точно пытался мужчина дверь открыть? Не женщина? А вот тут, дорогой товарищ, я вам точно сказать не могу Но могла быть Любая половая принадлежность Спасибо Спасибо Спасибо, вы очень помогли Всего доброго Всегда, пожалуйста Всегда готов До свидания До свидания Помнишь, как Вася Дурачок сказал Он тот, но другой Он, не она Ну, если она общалась с Васей, переодевшись мужчиной То дурачок вполне мог сказать, что Она, это он То есть он, переодевшаяся аэлита Как выражается товарищ сосед Любая могла быть половая принадлежность Аргумент так себе Но проверить стоит Да какое вам дело, где я была? Где хочу, там и гуляю Я даже перед бывшим мужем не отчитывалась Бывшим? Да, бывшим А почему вы спрашиваете? Вас что, интересуют состоятельные зрелые дамы? Нас интересует, где вы были вечером в день убийства вашей дочери Что? Простите, но вам придется ответить на этот вопрос То есть вы меня подозреваете в убийстве дочери? Вы что, вообще оборзели? Ответьте на вопрос У косметолога я была Уколы красоты делала Вот, смотрите Я старею, а это шлюха, его любовница На пятнадцать лет меня моложе Да вы выпьете, полегчает Смешивайте лекарства и алкоголь? А это не ваше дело Смешивайте лекарства и алкоголь? А это не ваше дело Да Макс, это ты? Ты что делаешь? Верь, ты кто такой? Верь, стой! Ну все, 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 он обезал, все. Прости, прости меня, пожалуйста. Прости, прости, я что про собаку спрашивала, и что подумала, что это ты прости. Да, ну все в порядке, я же знаю, что у тебя богатое воображение. Все, все, все нормально. Есть кто дома? Понятно. За что? Так, за что? Дорогая Соня, прости меня, что я не умела разобраться в собственных чувствах. Я люблю только тебя. Твой навсегда, Чимофей Дымов. Здрасте, Михаил Семенович. Ну что, как успехи? Ну, потихоньку. Что-то находится, что-то нет. Вещем. Тебе было ясно сказано, сколько дней прошло, а ты черт знает, чем тут занимаешься. Не все же так сразу. Курочка по зернышку. Вот диктофон с дневниками, может там какая-то информация. Тихо, 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 тихо. Только не кричи, хорошо? Не будешь кричать? Тебе ничего не угрожает. Все хорошо. Ты умница. Доброе утро. Тихо. Ничего не говори пока. Жду результатов. Звук мобильного выключи. Выключила. В диктофоне что-то важное было записано? Нет. Все, что было важно, я еще вчера стерла. На всякий случай. Молодец. Ну что, ушли они? Да. Пойдем тогда. Пойдем, пойдем. Максиму повезло, что он в тебя влюбился. Иначе завалил бы все дело. А почему это он в меня влюбился? И какое еще дело? Когда человек влюблен, он все сделает, чтобы быть рядом с предметом своей любви. Я по себе знаю. Так, давайте-ка вы мне сейчас все расскажете. Причем от начала до конца. Иначе я никуда не пойду. Ох, Люда, ну ты девушка огонь. Повезло же твоему Федору. Так, а про Федора вы откуда знаете? Так это вы пытались украсть мой диктофон? Я разве похож на грабителя? Да, вы вообще-то похожи на грабителя. Садись, по дороге расскажу. Это ваша машина? Моя. Собственная. Собственная. Честное слово. Что, документы показать? А я с вами не поеду. Вы алкоголик. Ну тогда, может быть, по глоточку? Чай с мятой? Ну да. Поехали. Ты знаешь, что такое международный аукционный дом? Нет. Как-нибудь расскажу подробнее. Это очень интересный бизнес. Бизнес. Пока тебе достаточно знать, что один крупный международный аукционный дом узнал, что в России объявился легендарный изумрудный перстень Кречетовых. Долгие годы этот изумруд считался пропавшим, и тут вдруг объявился. Было решено заполучить его во что бы то ни стало. А кто такие Кречетовы? Ну, Зинаида Грищенко. Дом, который вы с Максом обнаружили, она в девичестве Кречетова. Дочь богатейшего, горнозаводчика. А вы из того аукционного дома, да? Нет, не я. Макс. И Михаил Семенович. Что же это получается? Максим убил Нину? Не знаю, Люда. Да нет, Макс, он не мог. Он жулик, конечно. Но не убийца. Да и вообще, он меня спас. Вот сегодня ночью, когда пришел настоящий убийца, он меня спас. Ну, возможно, они сообщники. Это мог быть просто спектакль. Ну, чтоб ты поверила в Макса. А вы кто вообще? Вы агент ЦРУ, ФБР, маньяк? Нет, куда мне? Я скромный коллекционер. Собираю редкие драгоценные камни по всему свету. Вот такая у меня пламенная страсть. Изумруд Кречетовых – это мечта моей юности. Бедная Серафима. Она в вас влюблена. Возьми-ка блокнот. Запиши, пожалуйста, кое-что для меня. Что? Секретные данные. Секретные данные. Секрет... А-а-а... Фууууууу... То-о-о… а-а-а-а... ГРРРРРРРРРРРРРРРРРР.' Ага-а-а-ом. ГРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР КРИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 8— За углом меня подожди. Ну что, старик, игры больше не будет На курорт изволите отбывать На курорт Прощай Субтитры сделал DimaTorzok Салют Как успехи? Все хорошо, даже обшманать удалось Во-первых, шапку сними Во-вторых, мы так не договаривались Он мог тебя схватить Кишка тонка, денег, правда, немного Зато бумажек целая куча Я Лявин Герасим Федорович, 88-го года рождения Взял в долг 300 рублей Оставляю под залог из замородной персти Где живет? Да Старик, которого ты обшманал Да тут неподалеку, в вашем поселке В Красном доме, я точно запомнила Каменный такой, с крыльцом Да Жди здесь, понял? Настя, помочь не хочешь? Ну, ты тоже меня пойми Кого мы ждем-то? Вы их знаете? Тут и оно, что не знаю Людмила такую секретность развела Гости, говорит, будут, хорошо вам знакомые Но что за люди, чем их угощать? Ничего не понятно Ой, как у вас здесь все интересно А вот, наверное, и они Добрый вечер Добрый 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 вечер Добрый вечер Отбываете В далекие края Так ведь людям переезжать Не возбраняется Чем вдалеке промышлять собираетесь? Так же, как и здесь? Расторщичеством? А это как повезет, товарищ Я вас арестовываю за незаконную деятельность И конфискую у вас изумрудный перстень Что страху я из этого камышка натерпелся? Захар со своими душегубами Такое количество народу положил Чтобы до изумруды добраться Это зачем? Это зачем? Тебя каким ветром занесло? А я живу и дрожу Вот-вот до меня дойдут Да, видно, не судьба мне сокровищем владеть Забирайте Забирайте Простите, Тимофей Ильич Ну что ж, Людмила, вы оказались правы Убийца действительно ищет изумрудный перстень Простите, что перебиваю Но кто мне поможет чаю всем налить? Так давайте я Спасибо, Данечка Ты как всегда готов помочь Не то, что вот некоторые А кому чай? Нам Я буду Так вот, убийца ищет изумрудный перстень Я буду Эльза Тимофеевна отказалась сказать, где он И за это поплатилась жизнью Затем убийца решил поискать его в квартире Но тут появилась Нина И он убил ее Как впоследствии убил Васю дурачка, который должен был следить за нами А затем писателя Шторма, который знал приметы убийцы И все это время Убийца следил за Людмилой Справедливо полагая Что ее расследование выведет его на изумрудный перстень Какой ужас Прям мороз по коже Какой вы, однако, Данечка Впечатлительный Ты нашла этот изумруд? Нет, не нашла При обыске в квартире его тоже не обнаружили Я думаю, никто не знает, где он на самом деле В том числе убийца А вот Кто он Мы с вами знаем Очень хорошо Да с чего вы решили, что убийца свой? Так? Не может быть Начну издалека Во Франции есть реабилитационный центр Который называется Дом моряка Неправильно Что неправильно? Вы в квартире искали неправильно Простите, Людмила, забыли позвать вас А так бы непременно нашли А я докажу А, телефон в машине забыла Пап, дай ключи Держи И все-таки почему вы решили, что убийца свой? Я повторюсь Во Франции есть реабилитационный центр Который называется Дом моряка Наш убийца проходил там лечение от психического расстройства Настоящее его имя Николай Клечетов Он родился и вырос в Петербурге И будучи уже взрослым Услышал про полузабытую семейную легенду О магическом изумруде И этот изумруд Стал его навязчивой идеей Он в буквальном смысле Свел его с ума Родители отправили его к родственникам во Францию Он Вроде бы поправился Вернулся домой А потом узнал, что этот изумруд Хранится в семье Долининых И болезнь вернулась Убийца познакомился с Эльзой Тимофеевной Воспользовавшись тем, что в реабилитационной Клинике Его очень хорошо научили шить Да вы что? Это еще что такое? Простите, это я для Серафима Хотелся руку Устроить, только не понимая Почему все раньше времени сработало А где Диор? Бегулов, за мной! Боев! Боев! Ну что происходит? Голова Спи, спи Все нормально Что значит Исчезли Зинаидия Грищенко В девичестве Кречетовой И Захарова Грищенко Удалось отбыть За границу По поддельным документам Исчезла ваша красавица Так и не исполнил своих обязательств Обязательства? Перед вами? Перед УКПУ? Хотела помочь нам В поисках магического перстня За очень большое вознаграждение Надеялась вернуть себе Семейную драгоценность Под нашим прикрытием Да еще и кожу сорвать Вам-то он зачем Этот перстень Это вас не касается Вы уверены Что не знаете Где находится магический изумруд Получается Вы знали обо всех убийствах Или Даже участвовали в них Это вас тоже не касается Поправляйтесь Поправляйтесь Где перстень? Откуда я знаю Где перстень, Дань? Ну времени же мало Я тебе сейчас голову разобью И пальцы по одному переломаю В картине Там тайник Откуда знаешь? А мне Нина сказала Она сказала Что картина Это только часть Фамильных ценностей Соображаешь Ты че? Фамильных ценностей Понял? Ты че это не? Вышли? Ты че? Я не могу Фамильных ценностей И это не какой-то Ты че это не Ты че? Ты че Тихо Тихо Ты че Ты че Нинди Дальдь Это че КОНЕЦ Полиция! А ну, отпустил ее! Взять! Спокойно! Руки поднял! Руки поднял, я сказал! Шаг назад! Стой спокойно, не дергайся! Спокойно! Спокойно, стой! Проверь. Походу, все. Походу, все. Апельсиновый фреш. Освежитель дыхания. У него перстень. Перстень остался. Не волнуйтесь. Найдем мы ваш перстень. Сонечка, обещай мне никогда не доставать из тайника изумруд, чтобы не навлечь гнев хозяйке. Своим детям и внукам вели поступать так же. Придет время, хозяйка сама решит, кому отдать свое сокровище. Обещаешь? Да, папа. Обещаю. Ты же понимаешь, что Тимофею лучше не знать о нем. Наверняка у ГПУ глаз с него не спускает. Да? Да. Ну, хорошо. Аркадий Петрович, пора благословить жениха и невесту. Да, конечно. Любите и берегите друг друга до самой смерти. Ну что, Людмила, Скотланд-Ярд опять перед вами в долгу. Благодарю. You welcome. Так, принесу еще закуски. Макс, поможешь? Угу. Давай. Ну, чего там? Все обыскали, нашли. Два браслета, три кольца. Одно с камнем, но не нашим. Изумрудного перстня след простыл. Странно. Изумруд тяжелый, не должен был далеко уплыть. Сейчас. Алло. Извините, не смог приехать работа. Завтра? Могу. Хорошо, ночью. Кто это? Женщина в интернете познакомилась. Ну-ка дай. Ну-ка. Дай. Да, здравствуйте. Нет, это не он. Это его коллега просто хотел… Слушайте, а почему мне знаком ваш голос? Я? Капитан Крюков? Катерина? Да. Нет, нет, у нее все хорошо. Да, непременно передам. Благодарю вас. Всего доброго. Ты когда-нибудь видел эту женщину? На фото. Блондинка. Пятый номер. Ну, возможно, когда-то был пятый. Я это время не застал. Зовут Екатерина Васильевна. Подруга моей мамы. Недавно исполнил шестьдесят. Ну что, я думаю, можем начинать. Ой, папа приехал. Всем привет. Привет. Как ты с размером-то угадал? Людмила сообщила секретное сведение. Папа, а где Настя? Здрасте. Она на встрече выпускников. Она попозже подъедет. А. Ну, тогда давайте к столу. Здрасте. Здрасте. Давайте к столу. Можно тебя? Да. Ну что, рады? Очень. Ну, в общем, мне пора. Не видать у меня собственной яхты. Какие твои годы? Слушай, а если бы… Ну, не вся эта история. Если бы я просто приехал реставрировать дворец, и мы бы просто встретились, вышло бы у нас что-нибудь? Не вышло бы. Очень. Ну… Пока. Пока. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Я рад, что он уехал. А то я очень за тебя беспокоился. А я за тебя, между прочим, беспокоилась. Толя сказала, что у тебя проблемы с бизнесом. И я знаю, как их поправить. Ты напишешь роман обо всем, что с нами произошло, а я издам его. Глобальным тиражом. Угу. Феди. Люда, привет. Как дела? Алло. Федь. Привет. 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 Наконец-то ты позвонил. Ваше меню, пожалуйста. Спасибо. Слушай, скажи, Марина, тебе зайдет? С вами. Ничего. 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 Завидится. Спасибо. – На, возьми. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok